Каждое утро около 8 часов на улице Ноздарина образуется серьезная пробка. Здесь находится лицей номер 21. Родители привозят детей в школу и автомобилисты перегораживают всю проезжую часть. Это вызывает недовольство не только других автомобилистов, но и сотрудников школы, а также инспекторов ДПС, которые в этот раз обратили внимание не на парковку в неположенном месте, а на отсутствие детских кресел. Чтобы узнать, насколько бережно родители относятся к своим детям, был организован массовый рейд перед началом школьных занятий. Сегодня мы проводим первый рейд по массовой проверке родителей того, как они перевозят своих детей в школу. То есть у нас очень много нарушений, связанных с тем, что родители не используют детские удерживающие устройства, не используют ремни безопасности, и поэтому травматизм среди детей достаточно высокий. Такая инициатива сотрудников ГИБДД ничуть не обрадовала автомобилистов. Следуя принципу лучшей защиты нападения, водители либо вступали с инспекторами в словесную перепалку. Рейд по детским удерживающим устройствам перевозка детей не придет в безопасность. Что мы у вас наблюдаем? Что вы у нас наблюдаете? Ребенок сидит не придет в безопасность. Ребенку выходить сейчас в школу. Второй ребенок что у вас? Второй? Ну-ка, Вероника. А ну-ка, отойдите. Снимите, пожалуйста. Снимите, пожалуйста, ребенка и покажите, как человек обманывает вас тоже. В чем проблема-то? Хатя, давай выходите в школу. Либо убеждали инспектора в том, что у них обман зрения. Ну как попробуйте, как это все было сделано быстро, только что отстегнулось. Водитель, зачем вы говорите, что? Ну как это было? Она, видите, застегнуть-то не может, а вы говорите, быстро отстегнулась. Я вижу, что она едет не пристегнутой, я вижу, поэтому истанавливаю вас. Отказываясь от детских удерживающих устройств, родители говорят об их неудобстве. В кресле детей необходимо перевозить до достижениями 12-летнего возраста. Если ребенок крупной комплекции, водители от кресла отказываются. Инспекторы ДПС утверждают, всегда есть альтернатива. Бывает, что у нас дети и в 12-летнем возрасте, уже выше метра 50, и поэтому детское кресло не помещается. В таком случае у нас есть адаптеры на ремни. То есть такое устройство Фест, может быть, вы знаете, он адаптирует ремень непосредственно к росту ребенка. То есть так, чтобы ремень проходил именно по плечу ребенка. Бывают еще такие устройства, называемые бустерами. То есть это такая твердая подушечка с двумя ручками. Тоже она адаптирует ремень и крепко пристегивает ребенка к сидению. Инспекторы наблюдали не только за водителями. Под присмотром оказался пешеходный переход, которым пренебрегают как взрослые, так и школьники. Возможно, в ближайшем будущем такие рейды станут постоянной практикой. По крайней мере, пока родители не научатся с должным вниманием относиться к здоровью и безопасности своих детей. Анастасия Николаева, Сергей Коликов, РТВ Иваново.